Апнеа Клаб Горький представляет Друзья, приветствуем вас на репортаже соревнований по фридайвингу Нижний Новгород, Фридайвинг Кап 2020, прошедших в Нижнем Новгороде с 14 по 16 февраля 2020 года Дисциплина, статическая задержка дыхания Репортаж ведут Александр Быков И Дмитрий Еркулов, основатели клуба Апнеа Клаб Горький и организаторы данных соревнований Спортсмены уже готовы и мы приглашаем вас к просмотру Так что всех любителей фридайвинга призываю устраиваться поудобнее, репортаж будет очень интересный Голова на тыгаре, Кострома, заявка 1 минута Махов Анатолий, Кострома, стартовая зона Б Старты открылись и как вы уже поняли, открыли их ребята из Костромы Махов Анатолий и Голованов Игорь Игорь стартанул, но немного его Коуч тут подвел, на мой взгляд При заныривании Игорь немного ударился головой о бортик бассейна Для статики такая как бы критичная, честно говоря, штука Коучу надо быть внимательны с этим и придерживать спортсмена, если такое бывает Несмотря на то, что оба спортсмена заявили по минуте Лучший результат у каждого из них гораздо больше пяти минут Поэтому в то время, пока спортсмены выполняют упражнения Мы с Александром немножко расскажем о них Игорь Голованов из Костромы Достаточно давно тренируется С 2008 года он занимается фридайвингом Регулярно выезжает на соревнования по различному уровню И региональные, и федеральные на чемпионат России тоже Такой достаточно стабильный и прогрессирующий спортсмен Несмотря на то, что Игорь уже больше пятидесяти лет А именно, 54 года ему В этом году он постоянно тренируется и прогрессирует Практически во всех дисциплинах Что сказать про Анатолия Махова Достаточно перспективный спортсмен, мастер спорта Пришел бы в фридайвинг в 2012 году То есть вот уже 8 лет он занимается фридайвингом Это постоянный участник региональных этапов соревнований Чемпионатов России Но дисциплина статической задержки дыхания Для Анатолия, конечно, не коронная Он, как он сам признается, что любит больше динамические дисциплины Личный рекорд его в дисциплине статической задержки дыхания 5,53 Но в динамике монолайске он плывет гораздо лучше, гораздо интереснее ему, видимо 202 метра Вот сейчас мы смотрим, что спортсмены уже пролежали примерно 2,5 минуты Как мы видим, со съемок подводных камер в Анатолия начинаются небольшие контракции Игорь Белованов лежит спокойно Смотрим Да, ну, как мы видим, у Анатолия уже действительно начинаются контракции И они с самого начала такие достаточно жесткие Я бы сказал, но очень интенсивные Ну, есть, на самом деле, несколько типов спортсменов Несколько типов редайверов Кому контракции приходят раньше Некоторым контракциям приходят позже И некоторые, вот, как Анатолий, мы смотрим, да Они борются с ними, выдерживают Вот Игорь лежит спокойно У него, по сути, мы еще даже контракции не начинаем Да нет, уже есть Есть, но, как и у большинства, наверное, придаверов Они по нарастающей приходят То есть, ну, сначала они едва заметные Такие мягкие Вот У Анатолия, ну, я не знаю Мне кажется, что это даже, ну, не контракции А его реакции на контракции То есть, ну, он Подавляет Подавляет Ну, таким образом Ну, пытается справиться с этими контракциями Как-то работать с ними Ну, все равно они есть В контракциях, на самом деле, нету ничего такого страшного Это, естественно, реакция организма На снижение Углокислорода На повышение углекислого газа В крови Таким образом Организм начинает сигнализировать Что пора бы уже, как бы не дышать Вот Но тренированные спортсмены Могут Достаточно долго Утерпеть Это явление Сигнал Сигнал Своим дискомфортом Пытается отвлечься, наверное Да, у Анатолия, как будто контракции даже Меньше стали Игорь выходит Дышит Дышит Показывает знак Выполняет протокол И выходит на Анатолий Снимает зажим Показывает знак АМОК В сторону судья Оба спортсмена Чувствуют себя нормально Смотрим решение судей Я думаю Будут белые карточки Потому что спортсмены Все сделали хорошо Да Да Игорь Голованов Белая карточка И в этой попытке Игорь Голованов Улучшил свой Personal Best Это его лучшее время В статье Махов Махов Анатолий Белая карточка Результат 5.18 Голованов Игорь 5.14 Александр Нижний Новгород Заявка 1 минута Зона Второй заплыв Открывают Нижегородцы Антонина Колбенина И я Александр Быков Настраиваемся Смотрим последние Приготовления Видим спортсмены Дышат Готовятся Антонина начинает Александр Еще дышит Готовится Я тут немножко Опоздал Вот Офишал топа Примерно На 10 секунд Захотел сделать Еще один Дополнительный вдох Перед задержкой Дыхания И немного Время тут Больше потратил Чем планировал Ну Старт Дан Спортсмены Приступили к выполнению Пока есть время Немножко расскажем О самих спортсменах Сначала расскажем Про Антонину Антонина Колбенина Занимается фридайингом Около полутора лет Она прошла у меня курсы Где-то полтора года назад И уже через месяц После того как прошла курсы Приняла участие В своих первых соревнованиях По фридайингу Антонина работает Фельдшером Скорой помощи Регулярно Занимается Фридайингом Посещает все Совместные тренировки Вот Ну такая Прилежная Ученица Вот Ну и Прогрессирует От стартов К стартам Ее результаты Растут Практически Во всех дисциплинах Тони молодец В этом плане Антонина принимала участие В каких-то соревнованиях До этого До этого Да Она принимала участие В Нижегородских соревнованиях В соревнованиях В Держинске Которые мы проводили Также мы с ней выезжали В Ярославль В прошлом году Летом Ну куда и в этом году Тоже собираемся Ну то есть мы видим Соревновательный опыт У нее имеется Несмотря на Недолгое время Занятия Ну да Тут есть еще Конечно На чем работать Я вот Ну Тоню Часто ругаю Что Ну мне не нравится Ее там Подготовительное дыхание Перед нырком Потому что Ну мне кажется Что Просто ну там Делает такой Поверхностный вдох И ныряет Но она мне говорит Что нет Я дышу Глубоко Просто этого не видно Вот Но я говорю Что раз не видно Значит И дыхания Ну Друзья Напомню вам Что личный рекорд Колбинина и Антонины В дисциплине Статическая задержка Дыхания 2.50 Сейчас мы видим Что она Уже приближается К своему личному рекорду Александр Быков Лежит в полном Расслаблении Немножко Об этом спортсмене 36 лет Занимается Фридайвингом С 2010 года Инструктор Федерации Фридайвинга Мастер спорта По фридайвингу Личный рекорд В дисциплине Статическая задержка У него 7.20 Это его Любимая дисциплина На мой взгляд Александр Ученик Натальи Молчановой Во фридайвинге Он любит Невесомость Свободное Парение Ну и мы видим Что У Антонина Уже начался Дискомфорт И вот Через непродолжительное Время Она Решила Выводить руки На бортик Спрашивает ее знак Она показывает Знак Сохраняет контроль Но я думаю Что скоро Будет выходить Уже Помимо Официального Страхующего Соревнования Антонину Сейфтит Ее подруга Сазонова Юля Тоже достаточно Опытный Фридайвер Они по-моему Смотри Сейчас Я думаю Будет выходить Но уже пора Выходить Объективно Уже минут Больше минуты Выходит Вышит Восстановительное Лихание Снимает Маску Знак Окей В сторону Судей Ждем Результата Молодец Все хорошо Здесь сделала Хороший выход И вовремя Самое главное Белая карточка Тоня Молодец Девчонки Поздравляют Друг друга Хорошо Улучшил Свой Результат Хотя Она Ну такая Все время Мне говорит Я Очень слабо Прогрессирую Хотелось бы Больше Для нее Это Самой Было Неожиданностью Обратимся Теперь К Александру Быкову 4 37 Его время Лежит Отдыхает Расслабляется Как мы видим Ну какое-то Время Ну вообще Не занимался Не тренировался Вот А Алексей Меня В общем-то Своим Примером Вернул В этот спорт Чем я ему и благодарен Потому что Дайминг Мне дарит Очень Позитивные эмоции Вот видим Начались Контракции Не такие Явные Может быть Да Особенно С Сверху Практически Не проявляются Да Сверху Этого Не видно Но вот Подводная Камера Нам показывает Что Идет Некая Тут уже Фаза Преодоления Время Приближается К 6 Минутам Алексей Что-то Нашептывает На ухо Он нашептывает Что 6 минут Уже Немножко Чуть Чуть Я вижу Подводят Тебя К бортику Да Так Александр Приготовился Положил руки Проверяю Расслабленная Ли шея На мой взгляд Это важно Готовится К выходу Оставил Ноги И сейчас Мы будем Видеть выход Выход Очки Зажим Восстановительное Дыхание И знак ОК Да Достаточно четко Выполнен Протокол Смотрим Что скажут Судья Ну тут Выход На контроле И Протокол Выполнен Верно И Я думаю Что Будет Белой Карточка Безусловно Но Судья Алексей Серов Показывает Желтую Карточку За Поздний Старт И Поздравление Колескин Дмитрий Кострома Зона Б Сидоров Александр Город Казань Заявка Две Минуты Третий Старт Нам Показывают Спортсмены Из Костромы Колескин Дмитрия И Казанского Атлета Сидоров Александр Ребята Готовятся Александр Такая Дайверская Маска С огромным Пространством Плюскин Дмитрий Начал Так Посмотрел На Своего Тренера И Страхующего Рома Шаряева Как мы Видим Дисциплина Началась Убой Спортсменов Немножко Расскажем О Самих Спортсменах Что есть Колескин Дмитрий Представляет Город Костромо Команду Города Костромы Достаточно Молодой Спортсмен Ему Всего 18 лет Это Воспитанник Аксеновой Дарья Личный Рекорд В дисциплине Статическая Задержка Дыхания Дмитрия Составляет 3 минуты Заявленный Результат 62 У Александра Сидоров Как мы Уже Говорили Что Это Спортсмен Из Казани Его Личный Рекорд 2 минуты 30 секунд Александра На текущий Момент 52 года Возрастной Участник Соревнований И вот У многих Ребят из Казани Я заметил Как бы Такую Особенность Что Они Не опускают Руки Ты думаешь Это Недостаточное Расслабление Я думаю Да Что Здесь Но Они Получается Как бы Не чувствуют Напряжение В теле Но Дмитрий Корескин Хорошо Расслаблен На мой Взгляд Но Статика Такая Дисциплина Она Не Для юного Возраста Я бы сказал Но Он Хорошо Расслаблен Ну Видишь Каждый Ищет Для себя Максимально Удобную Позу Для Расслабления Максимально Удобно Чтобы Было Лежать И Мы Видим Что Уже У Александра Начались Дискомфортные Состояния С двух Минут Коуч Колескин Дмитрия Немножко Поправляет Спортсмена Чтобы Он Не Уплывал Из Зоны Старта Лежит Достаточно Ровно Коуч Дмитрий Колескин Олег Штурхунов Немного Поправляет Своего Атлета Чтобы Он Не Уплывал Из Стартовой Мы Видим Что У Александра Уже Начались Достаточно Сильные Контракции Но И Дмитрий Тоже Мы Видим Уже Испытку И Дискомфорт Определенный Но Гораздо Более Мягкий Чем Александр Ну Возможно Особенностями Организма Вызвано Я Думаю Что Александр Уже Будет Скоро Выходить Мы Видим Что Дмитрий Уже Перешагнул Свой Личный Рекорд Александр Также Перешагнул Свой Личный Рекорд Для Обоих Спортсменов В случае Удачного Выполнения Это Уже Будет Персонал Гэст Да И Вот Оба Страхующих На мой Вгляд Допускают Ошибку Что Держит Руку Над Атлетом Выходит Александр Время 3.20 Снимает Маску Достаточно Чисто Исполняет Протокол Да В полном контроле Он вышел Готовится выходить Колески Дмитрий Напряг шею Видно Уходит Маска Дыхание Знак Окей Ну Видно У Дмитрия Что Уже Была Гипоксическая Нагрузка Ну Протокол Выполнен Достаточно Чисто Чтем Александр Желтая Карточка Колески Дмитрий Белая Карточка Молодцы Шахил Шахил Исамов Булат Город Казань Зона Б Четвертый Старт Открывают Ребята Из Казани Сидоров Елена И Шахил Исамов Булат Сидоров Елена Казань Заях 2 минуты Зона А Ребята Тренируются У Ширяева Романа Инструктора Казанского Кстати Вот мы видим У Булата Он выступает В качестве Коуча Мы видим Начали Задерживать Дыхание Опять Александр Как ты Обратил Внимание В предыдущем Старте Ребята Не опускают Руки Да Ну да И Подготовитель Дыхания Вот Ну как я Говорю Да Там У Антонины Да Такое было Невнятное Взгляд И у ребят Тоже Хотелось бы Чтоб Побольше Они Как бы Уделили Времени На подготовительное Дыхание Ну я думаю С опытом Это все придет Тем более Если Говорить О Сидоровой Елене Из Казани Она занимается Фридайвингом С 2019 Года То есть Она Носительно Недавно Во фридайвинге И Личный рекорд В дисциплине Статика Мы видим 3 минуты 15 секунд Заявленный результат 2 минуты У ЛАД занимается Фридайвинг С 2018 Года Часто Мы видим В соцсетях Как они С Ромой Там ездят Нырять На открытые Водоемы В том числе На подледную Нырялку Вот По окрестным Озерам Часто ездят Мы видим Мы видим Что Страхующие Немножко Разворачивают Елену Ориентирует Ее На бортик Все таки Ближе Одну руку Расслабила Другую Все равно Поставила Роман Очевидно Сообщает Булату О времени Проведенном Задержке Дыхания Подводные Камеры Нам показывают Что Некоторые Спортсмены Выполняют Упражнения С закрытыми Глазами Наверное Может быть Позволяет Больше Расслабиться Ну Каждый Настраивается По своему Да Мне тоже Нравится Больше С закрытыми Глазами Какое-то Время Проводить Попытку Встать И вот Елена Выходит Даже Не Даже Не Дотянув До своего Личного Рекорда Показывает Знак Окей Знак Булат Мы видим Закрыл Глаза Расслабленный Но Почему-то Тоже Выходит Дышит Снимает Маску И Показывает Знак Окей Тут Наверное Сказывается Небольшое Количество Соревновательного Опыта У ребят Это Наверное Одни из Первых Соревнований В которых Они Принимают Участие Ну Да Наверное На тренировках Надо Отрабатывать Все вещи Но Тем не менее Увидим Елена Белая Карточка И Булат Белая Карточка Тоже Буллин Дмитрий Москва Заявка Две минуты Зона А Казаков Станислав Город Казань Зона Б И вот Мы видим Пятый Старт Выступают Дмитрий Буллин Город Москва И Казаков Станислав Город Казань Ребята Достаточно Молодые Фридайверы Казаков Станислав С 2018 Года Занимается Фридайвингом Дмитрий Буллин С 2019 Да Ну и Вот Не побоялся Да Приехали На соревнования На мой взгляд Молодец Потому что Если не начать Почему не начать Даже если только Недавно Как бы этим начал Ничего в этом Нет страшного Соревновательный опыт Который Приобретается Он как говорится Бесценен И На региональных Соревнованиях Как На нашем Нижнем Новгороде На самом деле Одно из лучших мест Где можно набраться Такого опыта Да И Соревнования Они Стимулируют К тренировкам Постоянно Ходить в бассейн Заниматься Вот Анализировать Что-то Отрабатывать Какие-то навыки Вот Ребята Задержали Дыхание Как бы Расслабляются Прошла Минута Скажем Что У Буйлина Дмитрия Личный рекорд В дисциплине Статической Задержки Дыхания 3.30 А у Станислава 4 минуты Так что Надеемся Что Ребята Сегодня Побьют Свои же Собственные Персональные Рекорды Это Как минимум Ну тут Дмитрий Хорошее Расслабление На мой взгляд Хорошо Сразу Видно Что Хорошо Расслаблен Шея Расслаблена Дмитрий Фридайвер Первой волны Живет И тренируется В городе Москва У Станислава Я бы Сказал Что Есть Еще Что Расслаблять Вот На мой взгляд Напряжен Ширяев Роман Коуч И я думаю Тренер Танислава Подсказывает Ему Время У Ребят Начинаются Контракции Прошло Две Минуты Достаточно Явные Контракции Да 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 Коуч Постоянно Сообщает Сообщает Время Станислав Спокойно Лежит Да Но Какая-то Внутренняя Борьба Все равно Чувствуется По Какому-то Напряжению Шеи Мне кажется Шеи И плечи На Напряжены Ну и Весь корпус Вообще Рома На брифинге Маску Снимает Зажим Показывает Знак Я считаю Протокол Выполнен Достаточно Быстро Он вышел Из воды Да Такой Сумбурный Немного Выход Видим Что Чувствует Себя Замечательно Чувствует Себя Замечательно Такой Как будто Жвачку У нас же Такой Расслабленный Да Есть Такое И вот Дмитрий 353 Белая Карточка Спасибо И Станислав 409 Это Новый Personal Best Выступление Сегодняшнего дня Дисциплина Статическая Задержка И мы Видим На старте Кудрявцев Влад Город Нижний Новгород И Тетмукова Светлана Чебоксары Для Светланы Это первое Соревнование В ее Жизни Она Занимает Среда 2019 Года Ребята Готовятся И Начинают Тоже Стукнуть Главу Это Недостаток Соревновательного Опыта Влад Достаточно Мягко Начал Выполнять Упражнения Я Страхую Влада Вот Проходил У меня Обучение В 2018 Году Он Занимается Притаян 2018 Года Старается Ездить На все Наши Выездные Мероприятия На открытую Воду Ему Нравится Нырять В глубину Вот Тоже Он И на тренировке В бассейн Регулярно В общем-то Ходит И От стартов К стартам Прогрессирует Прибавляет Мы Видим Что Светлана Тренируется У Ширяева Романа Казань Также Он На этих Соревнованиях Выступает Ее Коучем Прошла Прошло Чуть больше Минуты Ребята Лежат Расслабленные Только Что Показали Знаки Что С ними Все В порядке У Влада Лучшее Его Время Три Минуты И Он Заявил Три Минуты Светлана Заявила Две Минуты Тридцать Секунд С личным Рекордом Две Минуты Тридцать Секунд То есть Ребята Заявили По сути Свои Лучшие Рекорды И Светлана Вот Несмотря На то Что Достаточно Кофортно У нее По состоянию На мой взгляд Уже Готовь К выходу Ну Посмотрим Может Она Положила Руки На Бортик Спортсмену Так Комфортней Ну Как Правило После того Как Выведешь Руки На Бортик Действительно Можно Еще Достаточно Продолжительное Время В попытке Находиться Кто-то Любит Чувствовать Какую-то Опору Ну Вот Светлана Выходит Раньше Заявлено Результатом Показывает Знак Окей Ну Абсолютно Да Как бы Ну В полном Сознании Вот С улыбкой Могла бы Гораздо Больше Сделать Но Не Стало Ну Давай Будем Учитывать Что Это Первое Ее Соревнование И Получит С план Белую Карточку Я думаю Что она Получит Желтую Карточку А Да Потому Что Заявленный Результат Оказался Больше Чем Реализованный Да В этом Опасность Заявляет То время Которое Максимально Не является Тоже Ну Влад Уже Преодолел Свой Personal Best Три Минуты Три Десять Но При этом Лежит Достаточно Комфортно Спокойно Смотрю Александра Ты его Подводишь Ближе Бортику Чтобы не Уплывал Из стартовой Зоны Ориентируешь На бортик Ну Да Это Работа Коуча То Есть Чтобы Спортсмен При Выводе Рук Сразу Оказался У бортика Создать Максимально Комфортные Условия Выхода На поверхность Вот Начинается У Влада Дискомфорт Видно Что Уже Фаза Такого Преодоление Началось Вот Видим Положил руки На бортик 4 минуты Уже На минуту Улучшил Свой Лучший Результат Достаточно Достаточно Хорошо Лежит Да Ну Видно Да Что После того Как вывел руки На бортик Еще Продолжает Расслабляться Видим Опускаются Ноги И спортсмен Готовится Выходить Крутит Головой Терпит Я ему Говорю Что Выходи Вот Мы сейчас Видим Какие Контракции На животе Вот выход Восстановительное Дыхание Очки Зажим Протокол Чистый Исполнен На мой взгляд Чувствуется Что поработал Видно Что поработал Да Ладно Но При этом Полный Контроль И Хорошее Расслабление И как Результат 4 минуты 40 секунд И белая Карточка От судей Ребята Из Нижнего Новгорода Денисов Сергей И Сазонова Юлия Как мы Видим Открывают Седьмой Старт В этой Дисциплине Наших Соревнований Ну Тут Девочки Поменялись Местами Да Антонина Будет Коучить Юлю Сергей Мы видели Не очень Серьезный Перед стартом Смеялся Такой Расслабленный У него Шутейный Настрой был Скорее Шутейный Чем Расслабленный Посмотрим Немного Выпаковывается Предусмотрительно Держится Руками Чтобы Главой Не ударить Собортик Ну Сергей Уже Не новичок В соревнованиях Принимал участие И в Ярославских Соревнованиях Несколько раз И в соревнованиях В Нижнем Новгороде Которые Организовывались Да С Сергеем Мы Тренируемся С 2018 С 2018 Придайном Он занимается С 2015 Года Тоже Наш Один из Крифеев Клуба Ездит На все Выездные Мероприятия На открытую воду И в бассейне Тренируется Очень Регулярно Не пропускает Занятия Вне зависимости От работы И прочих Обстоятельств Сазон Июля Тоже Очень активный Член нашего Клуба Не пропускает Почти что Никаких Выездов Всегда Приходят Вовремя На тренировки Личный Рекорд Юли В статической Задержке Дыхания 3 минуты 20 секунд Заявленный Результат В этой Дисциплине 3 минуты Ровно Вот Мы Видим Что Прошло Уже Чуть Больше Одной Минуты Спортсмены Достаточно Комфортно Выполняет Упражнения У Юли Здесь Я бы Отметил Что Недостаточно Расслабленные Руки Клечевой Сустав Она Хоть и Без Костюма Но Руки Держит Выше Чем Например Сергей Денисов Который Делает В 5 Миллиметровом Костюме Но Есть Что Отрабатывать На Тренировках Да Надеемся Что Все Посмотрят Это Видео Все Каждый Узнает Себя Каждый Увидит Свои Какие-то Маленькие Недочеты Или Какие-то Большие Ошибки И Это Видео Послужит Таким Мотиватором Толчком Для работы Над собой Потому что В освещении Этого События Мы Использовали Достаточно Большое Количество Камер Чтобы Максимально Показать Спортсменов С разных Точек Вот Уже Больше Двух Минут На мой Взгляд Контракции Наверное Еще даже Не начинались Ни у кого У Сергея Уже Начались Контракции На мой Взгляд Рано Для него Вот Но тут Мне кажется Сказывается Именно Недостаточно Время Уделенное Подготовительному Дыханию И настрою Перед Нарком У Юли Мне кажется И шея Тоже Поднапряженная Можно было Чуть-чуть Подпрежать Подбородок Груди Да Да Расслабление Шеи Это очень важно Потому что Напряженная Шея Включает И спину Гораздо Ну Очень много Мышц Включается В себя Вот Мы Видим Что Юля Положила Руки На бортик Прошло Уже Больше Трех Минут Я думаю Что Юля Будет Пробовать Уйти За Четыре Минуты Сергей Тоже Руки Уже На бортике Три С половиной Минуты Ты находишь Саш Постоянном Диалоге С Сергеем Какие-то Смотрю Ему Советы Даешь Мне нравится Скоучить Статику Ну Определенно Сверху Видно Гораздо Больше Наверное Да Вот Юля Поставила Ноги Но Стоило бы Их Наверное Поставить Чуть Ближе К бортику Чтобы Поза Была Более Расслабленная 4.18 Юля Выходит 4.18 Выходит Сергей Мы видим Установительное Дыхание Сергея Знак Окей Опять Улыбается Смеется Опять Улыбается Смеется Но Он улучшил Свой Персональный Рекорд И Юля Тоже Ждем Решение Судей Ждем Карточек Сергею Желтая Карточка Будут Сняты Немного Очков Юля Получает Белую Карточку Чисто Выполняет Протокол И Опять Обнимается Своей Подругой Восьмой Старт Сегодняшних Соревнований Мы видим Представляет Петров Илья Город Нижний Новгород И Тимохин Петр Город Москва Петр Тимохин Занимается Фридайминг С 2019 Года Совсем Недавно Стал Но Видим Уже В таком Классном Костюме Снаряжение Такое Современное Вот Ребята Начали Свои Старты Начали Свои Выступления Продолжая Если О Тимохине Петре Говорить Да 33 Года Как Уже Сказал Александр 2019 Он Занимается Фридайвингом Имеет Уровень Второй Волны По системе Молчанов Это Его Первое Соревнование Личный Рекорд Статики У него 4 минуты 22 секунды Заявленный Результат На этих Соревнованиях 3 минуты Ровно Петр Занимается В Москве Фридайвингом В школе Глубина Глубина Работает В научной Сфере Как он Сам пишет О себе Он Холост Ну Может быть В третьем Соревнованиях Свою Вторую Половинку Да Как мы Видим Девушки Активно Участвуют В соревнованиях И Активно Проявляют Интерес К фридайвингу Нельзя Сказать Что это Чисто Какой-то Мужской Спорт Вот Видим Илья Петров Хорошо Расслаблен Хорошо Лежит Илья Тоже Регулярно Принимает Участие В соревнованиях По фридайвингу Выезжает На Ярославские Соревнования И У Ильи Хороший потенциал Вот Но Так как Он не очень регулярно Тренируется То Результаты Растут Но не очень Быстро Как Может быть Хотелось бы Ну Ну Будем Надеяться Что Эти Соревнования Послужат Толчком Послужат Мотиватором Для дальнейших Тренировок Спортсменов Которые Будут Видеть Что Далеко Не стоит Ограничиваться Теми результатами Которые они Показывают В бассейне Да Что На соревнованиях Мы чуть Чуть Больше Заходим За свой Предел И Помогают Этому Только регулярные Тренировки Да Ну Хорошее Расслабление У ребят И у Ильи И у Петра Вот Чувствуется Что Получилось У них Хорошо подготовиться Расслабиться Очень красивый Костюм Да У Петра Молчанов Красиво Синий цвет Смотрится Отлично В голубой воде Время Подходит К трем Минутам И вот Илья Почему-то Уже Решает Вывести Руки На бортик У Ильи Личный рекорд Четыре с половиной Минуты То есть Три минуты Достаточно Рано Хотя Кто знает Может быть Это Его Такая Тактика Или Такие Приемы Он использует На тренировках Тут Сугубо Настраивается Все Под Физиологию Под Привычки Спортсмена Петр Продолжает Очень Спокойно Лежать Да Лежит Неподвижно Лежит Очень Расслаблен На мой взгляд Коуч Петра Сообщается Ему Изговорение Проведенное Под водой 3.45 И у Петра Тоже Начались Контракции Да Мы Сейчас Это Уже Видим Илья Уже Приготовился Выходить Я думаю Сейчас Выйдет Но Тем не менее Показывает Знак Что Он Со Знамен Все Окей Сергей Денисов Контролирует Время Подсказывает Илья Тимохин Петр Мы тоже Видим Приготовился К выходу И Не может Определиться То ли выходить То ли не выходить Держится До последнего Мне кажется Уже стоит Выходить Принимает Решение Поднимать Голос Из воды Так Он Явно Не в хорошем Сознании И мы Видим Что его Потряхивает Илья Тоже Мы видим С контролем Петр 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 Проблиял Явно Проблема Сдыхаем Проблема Снять маску Да Получий Страхующий Помогает Илья Получает Белую Карточку А Петр Упаковку Иван Будет Коуч И его Мама Ольга Евгеньевна Хулыгина У Эдуарда Коуч Ширяев Роман Потому что Эдуард Из Города Казани И тренируется У Романа Тренируется В клубе Романа Спортсмены Достаточно Неплохими Результатами Как мы видим Личный рекорд Эдуарда 5 минут 20 секунд Личный рекорд Ивана 6 минут Иван Кулыгин Пожалуй Здесь Единственный Профессиональный Подводник На этих соревнованиях Потому что Он Профессионально Занимается Подготовкой Ребят По подводному Плаванию Он Тренер В бассейне Вот У него С мамой Секции Подводного Плавания Они регулярно Ездят с ними На соревнования С ребятами Вот Сам Иван Достаточно давно Занимается Тоже Фридайингом С 2009 года Вот По-моему В 2010 году Мы первый раз С ним встретились Именно на соревнованиях По фридайингу Хотя Мы живем В одном городе Ведержинске Вот Сейчас Тоже Мы с ним Часто Тренируемся Вместе Делаем Статику Друг друга Ну Сейфин Вот О бадаеве Эдуарде Мы Можем сказать Немного Что Ему 49 лет Как я уже говорил Из города Казани Тренируется У Романа Ширяева Заявленный Эзультат Эдуарда В этой Дисциплине 3 минуты 30 секунд Личный рекорд Э20 Посмотрим Как Ребята Выполнят Свои заявки Может быть Кто-то Даже Улучшит Свой Личный Рекорд Да Ну Вот Смотрим Роман Опять Немножко Поправляет Эдуарда Разворачивает Ориентир Его На бортик Мама Ивана Также Периодически Сообщает Ему Время Приведенное Под водой У Эдуарда На мой взгляд Хорошее Расслабление И вот Несмотря На то Что он Из Казани Руки У него Опущены В отличие В отличие От многих Казанских Ребят Принимающих Участие В соревновании Руки Эдуарда Мы видим Что максимально Расслаблены Максимально Опущены Иван Только что Показывает Знак Что с ним Все в порядке Время Уже Чуть больше Трех минут Не видно Еще Ни у Того Ни у Другого Спортсмена Признаков Дискомфорта Да Да Ребята Лежат Достаточно Ровно Достаточно Расслабленно Ну Может быть Сказываются Хотя Вот здесь Уже У Ивана По-моему Начинается Ну Как бы Желание Дышать Возникло Он Выпускает Немного Воздуха У него Есть Такая Особенность Очень Кстати Интересно И очень Необычно Я такого Честно говоря Не встречал Когда Спортсмен Выступает На соревнованиях Со своей Мамой Мне кажется Это Очень круто Очень Как-то По-домашнему Правильно Тебя Настраивает Ну Ольга Евгень Вообще Подводник Со стажем Ну Она Всю жизнь Занимается Подводным Спортом Раньше Сама Тренировалась Сейчас Тренируют Детей Вот Такая У них Подводная Семья Подводная Династия Да Действительно Это так 4.30 Прошло Роман Ширяев Что-то Нашептывает Эдуарду Наверное В том Что уже Время Близится К 5 минутам Подходит У Ивана Достаточно Ровное Состояние Не видно Чтобы был Сильный Дискомфорт У Эдуарда Уже Выраженные Контракции Да Мы видим Спортсмен Начал бороться С своими Контракциями И Иван Тоже Перешел В зону Такого Преодоления Кладет Пуки на Бортик Мы видим На мой взгляд Закрепчена Шея У него Очень сильно Закрепчена Покажи Знак Знак Вижу 5.25 И Адаев Эдуард Готовится И выходит 5.30 Покажи Знак Да Мы видим Спортсмен Тяжело Выходим Но Кулыгин Иван Достаточно Четко На мой взгляд Выполнил Протокол Да И Хорошее Время У обоих Ребят 5.30 Ивана И 5.30 И Одна Белая Оба Получают Белые Карточки Молодцы Эдуард Улучшил Свой Результат Один Секунд Молодец Молодец Десятый Старт Сегодняшнего Дня На старте Кадибаш Константин Город Саров И Сейчас нам Показывают Красильников Италий Нижний Новгород Ребята Готовятся Настраиваются Готовительные Дыхание Немножко Гипер Виталий Очень резкие Движения В Посте Да А Виталий Действительно Он Гипервент Вентиляционная Гипервентиляционная Техника Подготовительного Дыхания Ну это неудивительно Потому что он пишет Что с 2020 Года Он занимается Фридайвинга Тем более Учитывая То что сейчас Февраль 2020 Года Предполагаем Что вот он Только-только Закончил Курсы И сразу На соревнования Да Сразу на соревнования Он Несмотря на то Что он из Нижнего Новгорода Многие его Первый раз Увидели Узнали Что В Нижнем Новгороде Есть еще один Придайвер Красильников Виталий Ну Теперь мы Это имя Будем знать Посмотрим Как он Выступит На этих соревнованиях Личный рекорд Виталия 4 минуты Заявленный Результат Виталия В этой дисциплине Также 4 минуты Костя Кадибаш Из Сарова Это Нижегородская Область Закрытый Город Он Достаточно давно Занимается Подводным плаванием Но не только Фридайингом Еще Костя Увлекается Подводной охотой Часто ездит Охотица У Кости Свой клуб Подводный В Сарове Он возглавляет его Насколько мы знаем Но поскольку Город закрытый Да информация Информация Тоже закрыта Ну нет Мы шутим На самом деле Ребята регулярно Тоже Делают совместные выезды Иногда мы Объединяемся Ездим нырять Во всякие Интересные места В Нижнем Новгороде Много достаточно Интересных мест Для фридайинга На открытой воде Есть где Понырять Есть озера С чистой Прозрачной водой Интересные Мы постоянно Обныриваем Ищем новые Исследуем новые Обныриваем старые Да И вот Отличительной Особенностью Кости Является То что В самый Лютый мороз Он Передевается Одевает Гидрокостюм Короче говоря Прямо на снегу Вот Без всяких Палаток Достаточно Суровый Ну вот Странно На самом деле Что он не опускает Руки Тоже Все время Держит их На бортике Это может быть Не странно Для Виталия А вот Для Кости Действительно Странноват Да Константин Достаточно Давно Снимает С фридайингом Да Имеет Достаточно Опыт На фридайинге Ну вот Мы видим Что уже Прошло Три минуты С начала Старта Спортсмены Показывают На кубке Сейчас С ними Все в порядке У обоих По-моему Хорошее состояние Несмотря на то Что Уже Приближается Понемногу Их Персонал Бесты У Кости Личный рекорд 4.10 А у Виталия 4 минуты Сейчас Посмотрим Смогут ли Ребята Побить Свои Свои же Собственные Персональные Рекорды Да Смотрим Технику Выполнение Технику Выхода Ну вот Видно Что у Кости Начался Дискомфорт Ну Тем не менее Показывает Знак Что Все Все В порядке Он Работает С этим Дискомфортом Открыл Глаза Время 4.10 Все Перешагнули Через Свои Личные Рекорды И мы Видим Что Костю Начинает Накрывать Сам Очень Сильно Подряхивать Он Выпускает Воздух И пытается Встать Так Что Что Мы Видим Нет Это Это Блэкаут Это Блэкаут Тем временем Виталий Выполнил Протокол Чисто Вышел 4.20 Улучшил свое Время И получил Белую карточку Константин Константин Однозначно Красная Карточка Дисквалифицирован Блэкаут Одиннадцатый старт В дисциплине Статической задержки Дыхания Цыплаков Владимир Нижний Новгород Мы видим Готовиться И Козловский Виталий Из Тольятти Ребята Достаточно Большим Соревновательным Опытом Достаточно Большим Опытом В фридайвинге Я думаю Результаты Будут хорошие Да Виталий Сделал вдох И Начал попытку Владимир Также Немножко Чуть позже Чем Виталий Заявленные Результаты У Владимира Четыре минуты У Виталия Тоже четыре минуты Тоже четыре минуты Личные рекорды Ребят Гораздо больше Поэтому Пока сейчас Выполняют упражнения Мы немножко Расскажем о них Да, Александр Да Козловский Виталий Как я уже сказал Из Тольятти Ему 45 лет Занимается Фридайвингом С 2010 года Виталий И инструктор По фридайингу И судья Айда Интернешнл Его личный рекорд В статике Пять с половиной минут Хорошо расслаблен Спортсмен Про Цеплакова Владимира Мы можем Сказать Только хорошие Теплые слова Это наш общий друг Активный член Нашего клуба Апнея Горький Ему 43 года Занимается Фридайвингом С 2018 года Фридайвер Молчанов С четвертой волны Стоматолог Хирург Имплантолог По его личному Признанию Он говорит Что фридайвинг Очень сильно Помогает работе Усидчивости Держать Держать голову Всегда светлой Всегда с чистыми мыслями Вот мы видим Ребята Выполняют упражнения Достаточно расслаблен Достаточно ровно лежат Да У Володи Своя клиника Мы все у него Дружно делаем зубы Володя предпочитает Ну все дисциплины делать Без очков Ну говорит Что ему так больше нравится Лучше расслабляется У него очень хорошие результаты В динамике В динамике Власти Он В прошлом году Сделал 204 метра В Ярославле В Ярославле Вообще Следует отметить Что Владимир Это завсегдатый Соревнований И региональных И чемпионатов России Да Ему очень нравится Соревноваться Как следствие Он приобрел Достаточный Соревновательный опыт Да Ну Володя В детстве В детстве занимался Классическим плаванием Дошел до Кандидата В мастера спорта Ну фридайвинг Ему сейчас Нравится Больше чем просто Плавание Ну видно Что он прям Кайфует Короче говоря От фридайвинга Спортсмены продолжают Расслабляться Но видим Что у Виталия Вот уже с трех минут Начинается Фаза дискомфорта Начинаются контракции У Володи Ничего такого нет Он продолжает Спокойно лежать Мы видим Что Козловского Виталия Страхует И коучит Его супруга Также она Засекает время Видим Что спортсмен Борется Преодолевает Контракции Ну да И достаточно Интенсивные Да Вот контракции Но несмотря на то Что только Три с половиной минут Все таки Хорошо Удачно Александр На мой взгляд Установлены Подводные камеры Нам позволяют Видеть Реакцию Спортсменов Начало Контракций Я честно говоря Подобного Формата Воспроизведения На других Соревнованиях Не припомню Да Я думаю Виталию Уже Действительно Надо будет Скоро выходить И он уже Готовится к выходу Да Действительно Виталий Готовится к выходу Уже Непрерывные Контракции Мы видим Володя Очень спокойно Лежит Только Поправил Нажим На носу Уже Есть Дискомфорт Но Он Очень Мягкий Ну Или Может быть Организм Владимира Так Переживает Этот Дискомфорт Да У Виталия Очень сильный Контракция И вот он Выходит Выполняет Восстановительное Дыхание Снимает Зажим Очки Показывает Знак Окей Как в учебнике Как в учебнике Да Достаточно Чистый Очень чистый Протокол 5.20 Вот мы видим Виталию Белая карточка Результатом 5.03 Цыплаков Продолжает И вот выходит Баришет Снимает Зажим Показывает Знак Тоже Все очень чисто С хорошим Контролем Да Спортсмен В отличном Состоянии Мы видим И я думаю С большим Запасом Потому что Ну состояние Было абсолютно Такое Ненапряженное Но по результату 5.28 Мы видим Что Владимир Цыплаков Побил свой Личный рекорд Пыл 5.05 Да Белая карточка Молодец 12-й старт 12-й заплыв Этого дня Соревнований На старте Чинцов Сергей Нижний Новгород И Гурочкин Сергей Сергеевич Город Ярославль Ветеран Фридайвинга Самый возрастной Участник Наших соревнований Ему 62 года Мы видим Что Спортсмены Готовятся Упаковываются И Начинают Выполнение Хорошая подготовка И у того И у другого Хорошее Подготовительное Дыхание Расслабленное Состояние Да Пока Спортсмены Лежат Выполняют упражнения Немножко Расскажем О них Начнем Наверное С Чинцова Сергея Из Нижнего Новгорода Наш товарищ Которому 41 год С 2010 года Он занимается Фридайвингом Но Специализация Сергея Это Подводная Охота Он Мастер Спорта Подводной Охоте Двукратный Чемпион России По подводной Охоте Призер И победитель Соревнований По подводной Охоте Да Он Входит В Сборную России По подводной Охоте Регулярно Выезжает На Чемпионаты Мира По подводной Охоте В общем Ну Охотится Раза Наверное Три-четыре В неделю И зимой И летом Ну В любое время Года То есть Достаточно Большой У него Подводный Опыт Да Подводной Охотой Он занимается С 2005 года С 2005 года Занимается Подводной Охотой Тоже 15 лет Да Скажем О Сергее Что личный Рекорд Его в статической Задержке Дыхания 6 минут Заявленный Результат 4 минуты Поэтому Те полторы Минуты Которые Лежат Спортсмены Ну В общем Для них Пока Ни о чем Ну да Я думаю Что в режиме Охоты Сергей Чунцов Дольше задерживает Дыхание Гурочкин Сергей Сергеевич Представитель Ярославской Школы Фридайинга Ярославской Сборной Фридайинга Он Он С 2016 С 2016 Года Занимается Подводным Спортом Является Обладателем Четвертой Волны По Фридайингу И регулярно Принимает Участие В соревнованиях По Фридайингу Разного Уровня И В Ярославле И На чемпионат России Тоже Выезжает И вот Приехал К нам Нижний Новгород Чему Мы Несказанно Рады Сергей Гурочкин Работает Врачом По Моему Реоматологом Да Не буду утверждать Я тоже знаю Что он работает Врачом Специализацию Я его К сожалению Не знаю Также Мы видим Ярославская Сборная Ярославская Команда Представлена Михаилом Решетником Который В этой Дисциплине Является Коучем Сергея Миша Очень Хороший Коуч По Статике Он Мастерски Ну Подходит Находит Подходы К разным Спортсменам Очень Такой Бережный Нежный Коуч Но В то же Время Помогает Спортсмену Вовремя Выходить Из Попытки Миша Страхующий Он Коучит Сергея Сергеевича Мы видим У спортсменов Очень Хорошее Расслабление Время Время То Время Общее Время Которое Он Проводит Под водой В поисках Рыбы Сказывается На общих Результатах И во Фридайвинге Ну вот Время Время Почти 4 минуты 30 секунд И вот Ну Видно По Ченцову Сергея Что Наступает Фаза Уже Желания Дышать Он Открыл Глаза Посмотрел На часы И у Ручкина Сергея Тоже Начинаются Небольшие Легкие Контракции Но Тем не менее Показывает Знак Что С ним Все В порядке И Продолжает Выполнение Упражнений Мы видим Сергей Расслабляет Шею Да Хорошее Расслабление Он Чувствует Что Нужно Расслабиться Уже 5 минут Хорошее Стояние У обоих Спортсменов Показывает Знаки Что Все В порядке Вот Судья Даже Помогает Сергею Не удариться Головой А бортик Видимо Уже Насмотрелся Да Подобных Случаев И Сергей Сергеевич Гурочкин Выходит Заканчивает Упражнение Показывает Знак Окей И вслед За ним Выходит Чинцов Сергей Ставьте Буквально 3 секунды И Очень хорош Контроль В обоих Да Чинцов Выходит С улыбкой Ему Весело Ему Смешно Как будто Рыбу Подстрелил Наверное Белая карточка Сергея Гурочкин И Белая карточка Чинцов Сергеев Да Молодцы Хорошие Результаты Но я думаю Даже могли бы Быть и Больше Определенно И вот Друзья Заключительный На сегодняшний день Старт Это Климов Евгений Город Кострома И Яков Провков Нижний Новгород Ребят Очень хорошие И личные рекорды И Довольно Большие заявленные Результаты Вот они У Евгения Я думаю Что статика Это является Любимой дисциплиной У Яши Тоже статика Хорошо заходит И вот у Яши Хороший куч Он ему не дал Главой абортик Удариться Хотя он Видимо хотел Это сделать Кто Яши Страхует Яши Страхует Быков Александр Быков Александр Да Проходит Прошло 20 секунд Учитывая Те заявленные Результаты Мы успеем Немножко Поговорить о том Что Яков 29 лет Нижнего Новгорода Занимается Предавимом С 2018 Года Правда На мой взгляд Довольно Нерегулярно Да Нерегулярно Хотя Потенциал У него Очень хороший Очень большой Потенциал На самом деле У атлета Мне кажется Он у меня На курсе Сделал Около Пяти минут В статике Предрасположен Явно Предрасположен Да Яшу На мой взгляд Надо Выделять Время На тренировки Не только Работать И тогда Будет все Отлично У него И прогресс Появится Климов Климов Евгений Из Костромы Ему 31 год Личный рекорд У него 6,5 минут Достаточно Хороший Да Отличное время Отличное время Тренируется Он с 2014 Года Сейчас Он занимается У Даши Аксеновой Это Яркие Представители Костромской Школы Фридайвинга Да Очень Дружный На самом деле Большой Коллектив Очень Ярко И в полном Объеме Представлена Кострома На наших Соревнованиях Ребята Явно Любят И хотят Соревноваться Мы видим Как Даша Очень Нежная Бережная Аккуратно Аккуратно Да Возвращает Евгения В стартовую Зону Удобную Для него У Яши Очень хорошее Расслабление У Яши Достаточно Я смотрю Теплый Костюм По-моему 7 миллиметров Толщиной Вот Александр Тоже Якова Потихонечку Подводит Ближе К судье Ну Тут даже Не ближе К судье А просто Если он Захочет Выходить Чтобы Недалеко От портика Чтобы Было Это удобно Но И многим спортсменам, которые занимаются статикой, тоже это отмечают. И для этого можно, спортсмены, либо просто немножко по воде туда-сюда, либо можно волну запускать ему свежей воды. Ладошкой. Ладошкой. На лицо. Вот как я сейчас делаю. Четыре минуты, очень ровное у всех состояние. На всякий случай смотрю, да, контракции. Не вижу ни у одного спортсмена. Лежат достаточно, как Александр говорит, ровно, достаточно спокойно. Только ездит коучи подправляют атлетов в зону старта, ближе к бортикам. Ну, я вижу, да, видно, что эта дисциплина явно любимая, явно коронная для этих спортсменов. Ну, у Евгения вот уже видны контракции. Ну, на 4.30. Яков лежит пока тихо, да? Да. Он очень хорошо расслаблен. Вот Евгений кладет руки на бортик. А Яков открыл глаза. Видно. Да, да, у Евгения контракции становятся все более выраженными. Напрягается шея. Напрягается шея, да. Он снимает очки. Снимает капюшон. Хочет охладить голову. Может быть, это еще облегчение выполнения протокола. Ну, он бы не снимал для этого капюшона. Он бы только снял очки. Вот Евгений выходит. Показывает знак ОК. Снимает зажим. Яков продолжает лежать. И достаточно ровно, да, как бы, ненапряженно он лежит. Время подходит к 6 минутам. Мы видим, что результат Евгения отмечен белой карточкой 5.24. И вот уже время за 6 минут. Яков сосредоточенно смотрит в камеру. Решил расслабить шею, да? Да. Что-то говорит Александр. Я чувствую, что он говорит «выходи». Я уже понимал, что, ну, уже есть некая потеря контроля. Да, да, мы видим самбу, мы видим блокаут. Да, Яков не справился на выходе. Надо было слушать коуча. Дамы и господа, в соревнованиях по впридайвингу, в дисциплине, статическое опное. С результатом 2 минуты 3 секунды. На третье место награждаем Сидорову Елену. Просим. Второе место в этой же дисциплине – Калбенина Антонина. Награждая червь, будем в свободное море. И главная интрига, первое место – Юлия Сазонова. Результат 4.18. Гидрокостюм. Улыбочки. Третье место – Курочкин Сергей. Результат 5.35. Второе место – Ченцов Сергей. Результат 5.35. И первое место. С результатом 6 минут 37 секунд – Александр Быков. АПЛОДИСМЕНТЫ Александру вручаем гидрокостюм. Идеально сидящий по фигуре спортсмена. АПЛОДИСМЕНТЫ Редактор 5.35. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ